Привет, ребята! Вы ищете друга? Верного, доброго и пушистого! Мы с Филей поможем вам! Поможем! София и Филя снова приехали в гости к старым знакомым в приют для животных. Они хотят помочь найти дом и любящих хозяев своим друзьям. Олег Малюк, кинолог, работает в приюте уже пять лет. С детства он мечтал заботиться о животных. В приюте занимается тем, что учат собак доверять человеку, помогает им осваивать необходимые команды и выполнять их. У Олега дома живут три собаки, которых он забрал из приюта. А как его зовут? Его зовут Олли. Помните, его можно назвать Оливер. А вот у него какой характер? Оливер добрый, спокойный, очень ласковый пес. Он любит поваляться на коленочках, просто полежать на диване, обязательно рядом с людьми. Олли около двух лет. Точнее, определить возраст животного сложно, потому что нашли его на улице. Он болел, и его пришлось лечить в приюте почти три месяца. Сейчас Оля абсолютно здоров, привит и готов к жизни в доме. А что он любит поесть? Сухой корм для собак. Также Оля не откажется от угощений. Специальные лакомства для собак, которые можно купить в домомагазине. А сладкое можно ему? Сладкое собакам не желательно. Ой, я так люблю сладкое. А сколько раз он в день ест? Два раза в день. А еще Оля обожает купаться, а после любимого занятия он спокойно разрешает себя расчесать. А шампунем можно его обмыть? Да, только шампунем специально для собак. А многие люди боятся питомцев брать домой, потому что они могут испортить мебель. Как объяснить собаке, что это нехорошо, нельзя портить мебель? Можно использовать специальный спрей, который создает такой запах, что собаке неприятно их грызть. Также можно просто методом общения с собакой показать, что так вести себя не нужно. Оля, воспитанная собака, никогда не станет шалить или делать что-то назло окружающим. Гулять с ним нужно два раза в день. На улице Оля никогда не ругается с другими собаками и отлично ладит даже с кошками. Вот видите, ребята, такой Ольвер добрый и воспитанный пес. Мы с ним нашли сразу общий язык. Ольвер, Ольвер. А София сегодня познакомилась с котиком, у которого удивительное имя. А как зовут этого кота? И как он появился в этом приюте? Валерий Космачев еще мальчиком старался помочь больным животным. Когда вырос, выучился на ветеринара и сейчас лечат кошек и собак в приюте. У него дома живут питомцы, которых Валерий забрал к себе. Его зовут Воля. Я его нашел на улице. Однажды я поехал в Дивеево и проходил там по канавке. Увидел, он сидит. Маленький еще был. Ему было где-то около двух месяцев. Но так как там было много очень людей, а у меня не было возможности его забрать, я решил оставить его и не взять. И прошел мимо его. Погладил и прошел. Было солнышко, тепло. На следующий день опять я вернулся на эту канавку. Но уже был дождь. Я шел, он сидит на том же месте. Как будто ждет меня. Людей уже не было. Было очень холодно. Ну и я уже просто мое сердце не выдержал. И пришлось мне его взять себе. Потом привез сюда в приют. А сколько ему сейчас? Сейчас ему год. Он уже восемь месяцев живет у нас в приюте. А какой у Воли характер? Характер соответствует его кличке. Он очень смелый кот и волевой. Вот такие замечательные животные ждут знакомства со своими будущими хозяевами. Ну что, ребята, вы готовы подружиться с этими питомцами? Всю информацию о них вы можете найти на нашем сайте. Пока! Пока-пока!